Ленин Произведение развития марксизма. Каждая отвечает на самые насущные вопросы. Направлено на действия во имя революции и социалистического созидания. Каждая точный взгляд в будущее. Единство революционной теории и революционной практики – важнейшая черта произведения Ленина, документов коммунистической партии. Этот принцип единства теории и практики определяет деятельность коммунистов. Ленин В сердце каждого с детства входит подвиг его жизни. Ты взрослеешь и вступаешь в ряды всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Наступает важный рубеж гражданской зрелости. Ты впервые открываешь Ленинский том. Первая из твоих ленинских книжек. Бездонно глубокой называли эту речь соратники Ильича. В ней сформулирована вечно живая задача воспитания подрастающих поколений. Программа самовоспитания. Важнейшее оружие в этой борьбе – ленинское наследие. Здесь в архиве Института марксизма-ленинизма при Центральном комитете нашей партии бережно хранятся и изучаются подлинные ленинские документы. Более 30 тысяч рукописей. Архив. Нет, арсенал. Документы, собранные здесь – свидетельство глубокого проникновения в суть явлений. Они помогают нам учиться у Ленина, учиться применять марксизм к анализу новых явлений. В полном собрании сочинений Владимира Ильича около 9 тысяч произведений и документов. Важнейшие проблемы науки, политики, тысячи имен, множество ссылок. Сколько же нужно было знать? И как свободно ориентироваться в этом океане знаний? Недаром книга с юных лет стала верным учителем и помощником Владимира Ульянова. Ответы на вопросы, которые ставила перед ним жизнь, он нашел у Маркса. Книга – неизменный спутник Владимира Ильича. Контакт с библиотеками – одна из первых его забот. Ученые подсчитали, что актив Ленина-читателя составил 12 153 работы на русском и 4 248 на иностранных языках. И это далеко еще не полный подсчет. Записи, статистические выкладки, выписки на языке оригинала, схемы и пометки. Вот он читает книгу немецкого экономиста об Англии. Разоблачает его империалистические устремления. Величайший мерзавец ездил по Англии, много собрал материала и наблюдений. Награбили, господа англичане, дайте и нам пограбить. В этих пометках Ленин-читатель, полемист, ученый, революционер. В стиле работы Ленина – великая школа умственного труда. Огромное число прочитанных, просмотренных, изученных страниц. 20 тетрадей записей. И все это для одной книги. Представление о содержании труда дает оглавление. Это как бы план книги. Прежде чем приступить к работе, Ленин составлял ее план. Ленин часто прибегал к экономному, но емкому виду записей, к тезисам. Если план фиксирует, о чем говорится, то тезисы формулируют, что доказывает автор. В ленинских подготовительных материалах – множество конспектов. За ними тысячи прочитанных страниц. При изучении марксизма-ленинизма, подчеркивала Надежда Константиновна Крупская, надо взять самое существенное, самое характерное, и таким путем установить главную линию, которая должна быть основательно изучена. Также установить эту главную линию. Прежде всего, придерживаться принципа историзма. Смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло. Какие главные этапы в своем развитии проходило, чем данная вещь стала теперь. Вспомним ленинский анализ освободительного движения в России. Сначала дворяне и помещики – декабристы. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночимцы. Шире стал круг этих борцов. Ближе их связь с народом. Молодые штурманы будущей бури звал их Герцена. Но это не была еще сама буря. Буря – это движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Освободительное движение в России прошло три главные этапа соответственно, трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение. Установить главную линию – это придерживаться классового подхода, рассматривать всякое социальное явление, исходя из интересов рабочего класса. Ты приступаешь к изучению ленинских произведений. Находить главную линию. Думай, сопоставляй, анализируй. Это нелегко. Сегодня на уроке мы с вами приступим к изучению статьи Владимира Ильича Ленина «Памяти коммунной». Откройте тетради, запишите. Ленин «Памяти коммунной». Статья была написана в 1911 году. Прежде всего, вы должны ясно представлять себе, когда, в какой исторической обстановке были написаны эти страницы. Это поможет определить задачу статьи. Ленин в эмиграции. Он не может вернуться в Россию, но тысячи нитей связывают его с Родиной. Что же теперь в России? Попробуйте представить себе. В России вновь начался революционный подъем. Назревала революция. Об этом говорят забастовки рабочих, борьба крестьян. Главная задача – собирание революционных сил России под знамена пролетариата. Почему же в этих условиях Ленин обращается к опыту Парижской коммуны? В чем наследство коммуны? Ленин так определил тему статьи. Парижская коммуна и революционные традиции пролетариата. Вдумывайтесь в ленинские строки. Чтобы яснее представить себе содержание, идею статьи, составьте план. Намечайте его уже во время первого чтения, с пометками, обращением к справочной литературе. О чем здесь говорится? Власть перешла к пролетариату. Неопределенность движения. Предательство буржуазии. Да ведь здесь речь идет о гранях одного и того же явления. Пожалуй, не нужно мельчить. Нет, не так. Этот план еще не дает связанного представления о главном в работе. А если так? Расстановка социальных сил в революции. Меры, характеризующие истинный смысл и цели коммуны. Бессмертное дело коммуны. Так, хорошо. Теперь надо прочитать статью снова, чтобы подробнее уяснить себе ее суть. Коммуна возникла стихийно. Ее никто сознательно и планомерно не подготавлял. Вспомните основные события этого времени. КОММЕНТИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ КОММЕНТИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ КОММЕНТИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ Все это и многое другое соединилось для того, чтобы толкнуть парижское население к революции 18 марта. Да, факты доказывают, коммуна возникла стихийно. КОММЕНТИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ КОММЕНТИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ЭТОГО НИКОГДА ЕЩЁ В ИСТОРИИ НЕ БЫЛО. ДВИЖЕНИЕ КОММУНЫ ДОЛЖНО БЫЛО НЕИЗБЕЖНО ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛИЗАЦИИСКУЮ ОКРАСКУ. НЕИЗБЕЖНО? СОЦИАЛИЗАЦИЧЕСКАЯ ОКРАСКА Это значит стремиться к неспровержению господства буржуазии, господства капитала, к разрушению самых основ современного общественного строя. КОММЕНТИЕ СОЦИИ Ленин выделяет ключевое слово. Этим он подчеркивает первостепенную важность этого фрагмента для понимания всей статьи. К разрушению самых основ современного общественного строя. Какая же неумолимая логика общественного развития сделала Парижскую коммуну первым опытом диктатуры пролетариата? Пожалуйста, Ира. У Ленина сказано, в современном обществе пролетариат, порабощенный капиталом экономически, не может господствовать политически, не разбивши своих цепей, которые приковывают его к капиталу. Это ведь мысль манифеста. Сравните. Пролетариат, говорится в манифесте, использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал. Читая, вдумывайтесь в ленинское умение владеть оружием Маркса. Учитесь, спрашивайте себя, как от фактов Ленин приходит к выводам, обобщениям. Существенное необходимо записать. Кавычки. Это ведь ленинские слова. Отточие не начало фразы. В современном обществе пролетариат есть разрыв отточия. Не может господствовать политически, не разбивши своих цепей, которые приковывают его к капиталу. И обязательно страницу цитирования. Мы разобрали с вами сейчас только один тезис статьи. Только один ленинский тезис. Но этот разбор будет для тебя ключом к рассмотрению и обдумыванию других тезисов и целых произведений. Он поможет тебе увидеть события сегодня. Увидеть в партийных документах ленинизм в действии. В канун столетия со дня рождения Владимира Ильича коммунистические рабочие партии обратились к народам всего мира с призывом изучайте труды Ленина. В них вы найдете источник вдохновения для борьбы против реакции и угнетения за социализм и мир. Они помогут яснее увидеть революционные перспективы нашей эпохи. Изучение революционной теории, говорил молодежи Леонид Ильич Брежнев, это большой напряженный труд. Труд благодарный, который обогащает человека, поднимает его до понимания великих задач созидания коммунизма, делает его сознательным участником мирового революционного процесса. На этот труд не надо жалеть усилий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok